Ровно год назад Алексей Навальный с супругой вернулся в Москву после без малого пяти месяцев лечения в Германии в связи с отравлением новичком. Вместо Внукова, где российского оппозиционера ждали журналисты и сторонники, самолет был посажен в Шереметьево. На паспортном контроле, несмотря на возражения адвоката Навального, пограничники и сотрудники полиции задержали его. В федеральной службе наказания подтвердили, что он в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Уже на следующий день выездное заседание суда, состоявшееся в отделе полиции Химок, приговорило его к 30 суткам ареста. А 2 февраля Стимоновский суд Москвы отменил испытательный срок и поместил оппозиционера в колонию на 2 года и 8 месяцев. За истекший год штабы и созданный Навальным фонд борьбы с коррупцией признали экстремистскими организациями. На соратников завели уголовные дела. Сам Навальный был повторно осужден по делу о клевете на ветерана. Ему заочно вручили премию за свободу мысли Европарламента. Экс-президент Украины Петр Порошенко, которого перед Новым годом на родине заочно обвинили в госизмене и финансировании терроризма, вернулся из Польши в Киев. О своих планах он сообщил накануне на брифинге в Варшаве, который транслировался на его странице в Фейсбуке. Политик, который около месяца пробыл за границей, выразил уверенность, что не будет арестован. Вы спрашиваете, не возьмут ли меня на Украине под стражу? Так вот, однозначно нет. Не потому, что я такой неприкосновенный, а потому, что для этого вообще нет никаких оснований. Уверен, что президент Зеленский не сделает этого, не выстрелит себе в ногу. Еще раз уточню, я возвращаюсь на Украину, чтобы бороться за страну, а не воевать с Зеленским. Порошенко утверждает, на родине его преследуют по политическим мотивам. На сегодня в районном суде Киева назначены слушания об избрании для политика меры пресечения. Наблюдатели не исключают, что дело может закончиться изоляцией Порошенко, как минимум в виде домашнего ареста. Новак Джокович прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. Самолет сербского теннисиста, депортированного накануне из Австралии, приземлился в международном аэропорту Дубая. В 5.30 утра по местному, 4.30 по московскому времени. В полете первую ракетку мира, проигравшую битву за право участвовать в открытом первенстве Австралии, сопровождали тренеры. Следующий его рейс в Белград. Он должен прибыть туда после полудня по среднеевропейскому времени. «Я крайне разочарован», — заявил Джокович в воскресенье. «Теперь собираюсь отдохнуть и заняться своей физической формой». Мельбурн Новак Джокович прилетел 5 января в надежде завоевать 21-й титул большого шлема. Он был задержан в аэропорту из-за того, что не смог предоставить документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После двух судебных разбирательств австралийские власти аннулировали визу теннисиста и депортировали его из страны. Наблюдатели отмечают, что это решение грозит Джоковичу трехлетним запретом на въезд в Австралию, открытое первенство которой он выигрывал 9 раз. Более 60% участников референдума в Сербии выступили за изменения в Конституции, касающиеся избрания прокуроров и судей. Голосование прошло в воскресенье на фоне требований Евросоюза к Белграду реформировать правосудие. Взамен Брюссель пообещал улучшить оценки прогресса Сербии в процессе евроинтеграции. Президент Александр Вучич заявил, что поддержав поправку, Сербия улучшила свой международный имидж. Сербия продемонстрировала миру очень позитивную картину. Верю, что в ближайшее время нам удастся предпринять в стране шаги по дальнейшей демократизации, по развитию независимой судебной системы, независимой прокуратуры. Власти обещают внести в Конституцию изменения, сближающие законодательства Сербии в сфере правосудия со стандартами Евросоюза. Референдум впервые прошел по новой процедуре, отменяющей обязательный порог явки в 50%. Теперь сербам достаточно простого большинства голосов. В мире на фоне пандемии коронавируса усилилось социальное неравенство. Об этом говорится в докладе Оксфам, некоммерческой организации, занимающейся решением проблем с бедностью. По данным Оксфам с весны 2020 года, совокупное состояние 10 самых богатых людей планеты выросло с 700 миллиардов долларов до полутора триллионов, то есть более чем в два раза. В то же время, согласно отчету, ежедневно от голода, гендерного насилия и ограниченной возможности получить медицинскую помощь погибает 21 тысячи человек. Совершенно ясно, что так продолжаться не может. Мы видели, как в течение этого года миллиардеры поднимались и парили в космосе, в то время как большинство людей страдали от пандемии. Как решить эту проблему? Ввести прогрессивные налогообложения на доходы богатейших людей, что предоставит ресурсы для устранения ряда причин, по которым люди не могут справиться с пандемией, из-за которых у них нет доступа к системе здравоохранения и основным услугам. Самым богатым человеком на планете на данный момент является основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск. На втором месте в рейтинге – Джефф Безос, создатель Амазон. На третьем – Бернар Арно, владелец холдинга LVMH. В десятку миллиардеров также входят Марк Цукерберг, Facebook и Билл Гейтс, Microsoft. Состояние богатейших людей мира, указывают эксперты, увеличивается с ростом цен на фондовом рынке, из-за недостаточного регулирования деятельности предприятий, усиления монополий и бесконтрольной приватизации. Двое подростков задержаны сотрудниками контртеррористического подразделения британской полиции на юге Манчестера в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге Техаса. Ранее ФБР США и Скотленд Ярд подтвердили, что заложников в синагоге города Колли Виль захватил 44-летний Малик Фейсал Лакрам. О его связях с задержанными пока не сообщается. Это был акт террора, и он связан с человеком, который 10 лет находится в тюрьме. Правоохранительные органы и ФБР проделали просто великолепную работу. Глава британского Министерства иностранных дел Ли Страсс также осудил захват заложников, как акт терроризма и антисемитизма. Вооруженный мужчина захватил в заложнике четырех человек в синагоге Колли Виля, в том числе Равина, в субботу. Он заявил, что является братом осужденной за терроризм уроженки Пакистана и требовал освободить ее. В ходе операции ФБР нападавший был ликвидирован. Заложники освобождены целыми и невредимыми. Проживающие в Великобритании родственники нападавшего заявили, что он страдал психическим заболеванием. Шведская армия усиливает военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море. В первые за несколько лет в регион с 54-тысячным населением переброшена бронетехника, 10 танков и контингент. Министерство обороны страны пояснило, что рассматривает Балтику как зону повышенного риска, уточнив, что видит угрозу в действиях России. Военное командование сообщило, что принимает меры по адаптации к меняющемуся региональному контексту. Речь, судя по всему, идет о размещении в Балтийском море российских военных кораблей. Три десантных судна прошли через датские проливы Скольского полуострова и встали у Гданьского залива. За ними наблюдают шведские самолеты «Гриппин» и авиапатрули из других государств. Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в Эгейском море у берегов Греции. Эпицентр находился в 20 километрах к югу от Афонского полуострова, а человек залегал на глубине 19 километров. Подземные толчки ощущались в Салониках и Афинах. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. На европейском континенте Греция – одна из наиболее сейсмоактивных стран. Канадская певица Селин Дион отменила запланированные концерты в Северной Америке из-за проблем со здоровьем. В опубликованном пресс-релизе говорится, что Дион в настоящее время продолжает восстанавливаться после мышечных спазмов. Сообщается, что деньги за купленные билеты будут возвращены. Концерты должны были состояться в период с 9 марта по 22 апреля. Грюер может утратить свой статус швейцарского сыра. Теперь на неограниченное использование этого названия претендуют американские производители. Федеральный суд Восточного округа Виргинии признал, что торговое наименование Грюер не может быть закреплено за европейцами, поскольку воспринимается потребителями в Соединенных Штатах как один из видов сыра, без привязки к какому-либо региону. В постановлении сказано, что Грюер производился в США задолго до принятия европейских законов о защите наименования региональных продуктов и импортируется из многих стран. Швейцарские и французские сыроделы заявляют о намерении обжаловать это решение. Когда говорят, что Грюер – это просто такая разновидность сыра, это совсем неправда. Если вы изучите ассортимент на американском рынке, вы не увидите сыров с названием Грюер на каждом углу. Есть лишь несколько продуктов, которые получили такое наименование. Это несобирательное понятие, как сказано в постановлении. Европейские производители настаивают на том, что настоящий Грюер изготавливают по традиционным технологиям из натуральных ингредиентов, которые можно получить только в определенных регионах. Во Франции и Швейцарии это закреплено особым статусом продукта с контролируемым происхождением. По словам европейских сыроделов, в Висконсине просто невозможно воспроизвести неповторимый вкус швейцарского или французского Грюера. Вот администрация кантона Берн полагает, что решение суда отражает разные подходы к торговым наименованиям. Для швейцарцев Грюер – это продукт, производство которого строго регулируется, а для американцев – просто бренд. Редактор субтитров А.Семкин